Что нас ждет в недалеком будущем, может быть, не так страшны глобальные катастрофы, изменения климата, сколько рождение человечества? Прогнозы, я всегда говорю, что я не люблю давать прогнозы, и обычно я долго объясняю, почему именно я не люблю давать прогнозы, но это, наверное, слушатели могут найти, если захотят других моих интервью в интернете, поэтому попробую сразу перейти к прогнозам. Значит, есть действительно угроза вырождения, в смысле, что, скорее всего, у нас сейчас пошло быстрое накопление вредных мутаций в связи с ослаблением очищающего отбора по признакам, связанным со здоровьем, сопротивляемостью инфекциям и так далее, что сейчас могут потомство оставить даже такие больные и слабые индивиды, которые раньше бы умерли в детстве, в общем, потомство бы не оставили. Значит, распространяются в генофонде всякие вредные мутации, слабо вредные мутации, становятся все больше и больше с каждым поколением. Если этот процесс не остановить, то да, мы будем становиться все более зависимыми от медицины, мы будем через какое-то количество поколений, может быть, через одно, может быть, через сто поколений, тут невозможно пока точно сказать, но будем, что называется, всю жизнь работать только на врачей. И интеллектуальный уровень будет снижаться, потому что вредные мутации бьют по уму прежде всего. На это тоже есть причины, которые, наверное, не будут сейчас углубляться. Все будут глупеть, и врачи вот эти тоже будут становиться так потихоньку все глупее и глупее. В общем, такая мрачная довольно перспектива. Но есть надежда у нас на биотехнологии, на генную инженерию, на развитие нормальных современных методов коррекции, всяких генетических нарушений. Ну, хотя бы вот развивающаяся уже сейчас такая вещь, как экстракорпоральное оплодотворение. В принципе, можно взять одну клеточку, эмбриональную стволовую клеточку, посмотреть геном. Геном из эмбриона взять на ранней стадии, это ему не повредит. Посмотреть геном, если там что-то плохое, совсем много слишком вредных мутаций, то лучше тогда не этот эмбрион имплантировать уже в матку, а другой. То есть, выбрать из имеющихся эмбрионов тот, у которого меньше всего наследственных болезней всяких, и уже его имплантировать. Это заменит нам отбор. Это фактически будет очищающий отбор, который поможет бороться с накоплением геном. Ну, это же будет не естественный отбор, а отбор искусственный, потому что там, где естественно вступает человек, человеческий фактор. Ну да, если мы в силу развития цивилизации добились такого успеха, что мы резко ослабили естественный очищающий отбор, то мы должны чем-то его заменить, иначе действительно выродимся. В противном случае установится некое новое равновесие, что мы опять окажемся в таком средневековом состоянии. То есть, мы будем настолько больные, все и слабые, что несмотря на супер-пупер-медицину, у нас все равно будет средняя продолжительность жизни 35 лет, детская смертность 90% и все прочие прелести. И даже это будет только ценой неимоверных медицинских усилий. Вот такое равновесие может нас ждать, если мы не будем развивать биотехнологии и всякую генную инженерию. А другой выход назад к природе, к естественному отбору, или он нереален уже? Ну, на здоровье только тогда численность человечества нужно сократить с 7 миллиардов до 7 миллионов. Пожалуйста, возвращайтесь назад к природе. Еще природа кое-где сохранилась. Но только вряд ли кто пойдет на такое. Ну, если только какой-нибудь вслед за Челябинским, какой-нибудь другой метеорит, так раз в дцать больше прилетит на Землю. А поскольку у нас 7 миллиардов, то никакая природа не прокормит даже приблизительно такое количество людей, возжелавших вернуться, так сказать, в естественные условия обитания.